Вопрос. Почему говорят, что Мухаммад это лучшее создание Аллаха? Хотя сам я так не считаю. Ведь лучшее создание Аллаха должно быть безгрешным. А под это Мухаммад не подходит, так как он совершил много грехов. Лучшее создание Аллаха тот, кем не может овладеть дьявол, и это Христос. Вы знаете об этом, и Коран подтверждает это. В уста лучшего создания Аллаха сатана не может вложить слова, что сам он не будет об этом знать. Лучшее создание не противится приказу Аллаха. Его не могут околдовать. Как могут родители лучшего создания Аллаха быть и умереть многобожниками? А также лучшее создание Аллаха не будет распространять свою религию мечом или при помощи торговли. Вы слишком преувеличиваете. И если хотите, я приведу вам аяты, которые подтверждают мои слова. Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, мы внимательно прочли все написанное вами, а после прочли еще раз. Поэтому имеем право просить вас о том же. Прочесть наши слова в защиту пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва салям и его брата Иисуса, да благословит Аллах их и приветствует. И нам кажется, мы имеем право попросить вас поразмышлять над нашими словами, не так ли? Во-вторых, очень хорошо, что свое письмо вы завершаете утверждением, что Иисус, алейхи салям, является лучшим творением Всевышнего Аллаха. Утверждение о том, что Аллах его сотворил, отрицает божественности Иисуса. И только Аллах является Господом. Ведь вы утверждаете, что Он творение и создание. И, как известно, никто не может быть одновременно творением и творцом, создателем и созданием, или Богом и человеком. И, скорее всего, имея такие убеждения, вы не верите, что это создание может быть и Богом, не так ли? Мессия, о котором вы говорите в своем вопросе, отличается от того, в которого веруют все христиане. О каком из них вы желаете говорить? О Рабе Аллаха Иисусе, Сыне Марии, Создании, или о Сыне, которого вы превращаете в Бога? Ознакомьтесь с ответом на вопрос под номером 82361. В-третьих, мы не будем сравнивать Иисуса и Мухаммада миром обоим. По шариату нам запрещено отдавать предпочтение или излишне возвышать кого-то из пророков, особенно если это приводит к умолению положения и достоинства другого из них. Именно так вы и поступили. Вы не смогли доказать, что Иисус, алейхиссалям, является лучшим созданием Всевышнего Аллаха, не прибегнув к дискредитации нашего пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалю. Подобное по шариату запрещено, даже если одна сторона по положению ниже другой. А если кто-то станет порицать и ругать одного из пророков, то он своим действием выводит себя из мусульманской общины. Наша религия чиста и защищает честь всех пророков и посланников, возвышает достоинства каждого из них. А вера во всех них является одним из столпов веры. Не является мусульманином тот, кто не верует хотя бы в одного пророка. По законам нашей религии о пророках и посланниках нельзя упоминать ничего, кроме благого. Всевышний Аллах в своей священной книге, Коране, рассказал о поклонении пророков, восхвалил их, упомянул об их призыве, их богобоязненности, их призыве к своим народам и рассказал о том, как они повелевали благое и запрещали дурное. Ни в книге Аллаха, ни в сунне его пророка, салаллаху алейхи вассалям, не содержится ничего, чтобы оскорбляло кого-либо из пророков. Напротив, они призывают почитать их честь и достоинство. В-четвертых, по нашей религии выбор лучшего или более достойного пророка из двух, Иисуса и Мухаммада, мир им обоим, не является целью и также не должно быть у вас. Причина заключается в том, что нам было приказано следовать пророку, салаллаху алейхи вассалям, а до этого принести свидетельство о том, что он является посланником Аллаха. Оно не зависит от того, является ли он лучшим созданием Аллаха или нет. И так не только в нашей религии. Каждый народ, которому Всевышним Господом был отправлен посланник, должен был уверовать в него и последовать ему, даже если посланник не являлся лучшим творением Аллаха. Обязан ли пророк, чтобы быть пророком, быть лучшим творением Аллаха? Тогда каково положение предыдущих общин, во времена которых было много пророков и посланников? Мы признаем пророка нашего Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, посланником, не потому что он является лучшим из творения Аллаха. И он не говорил, следуйте за мной, потому что я лучшее создание. Но это мы поняли из того, как возвысил Всевышний Аллах его положение. Мы приведем аят, события и хадис, подтверждающие это. Всевышний Аллах сказал «Вот Аллах взял завет с пророков. Я одарю вас из Писания и мудрости. Если же после этого к вам явится посланник, подтверждающий истинность того, что есть у вас, то вы непременно уверуете в него и поможете ему». Он сказал «Согласны ли вы и принимаете ли мой завет?» Они ответили «Мы согласны». Он сказал «Будьте же свидетелями, и я буду свидетельствовать вместе с вами». Сура семейства Имрана, аят 81. Этот договор Всеблагой Аллах взял со всех пророков и посланников. И он заключается в том, что они уверуют в Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, и помогут ему в его призыве. Что касается события, наш пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, совершил совместную молитву с другими пророками и был предводителем на этой молитве. Это произошло во время его путешествия, которое называется «Ночное перенесение и возвышение». Он совершил эту молитву вместе с пророками в Иерусалиме. И если это не указывает на то, что он – лучшее творение Аллаха, то мы не знаем, что может указывать на это. Третье. Что касается хадиса, то это достоверный хадис со слов пророка, салаллаху алейхи вассалям. В нем говорится, что в судный день все пророки станут отказываться обратиться к Аллаху с заступничеством, чтобы начался расчет между людьми. Каждый из них откажется и будет говорить «Моя душа, моя душа». И тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, выступит и обратится с великим заступничеством. «Я обращусь к заступничеству. Это сделаю я». После этого Всевышний Аллах окажет ему свою милость и примет его заступничество за людей. Это похвальное положение Всевышний Аллах не даровал никому из людей, кроме Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Таковы некоторые доказательства нашей религии, указывающие на преимущество пророка, салаллаху алейхи вассалям, перед его братьями-пророками, мир им всем. И сами пророки, мир им, не отрицали это. Муса, алейхи вассалям, в достоверном хадисе у нас признает это. А Айса, алейхи вассалям, отказывается быть предводителем мусульман на молитве и соглашается совершить молитву за другим, так как он будет действовать в соответствии с договором и обещанием, которое взял с него Всевышний Аллах. По нашим убеждениям, он придет перед концом света, убьет свинью, сломает крест и совершит молитву за одним из предводителей мусульман. Хадис об этом всем приводится в самых достоверных наших сборниках хадисов у Аль-Бухари и Муслима. Наряду с этим в хадисе признается то достойное место и положение, которое Всевышний Аллах отвел Айси, алейхи вассалям, и предел его связи с пророком, салаллаху алейхи вассалям. Познакомьтесь с этим хадисом. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Из всех людей в этом мире и в мире вечном, я наиболее близок к Исе, сыну Марьям. Пророки, как братья от одного отца. Их матери разные, а религия одна». Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. Смысл хадиса в том, что вера всех пророков одна, но законы их различны. Своими словами вы хотите сказать, что между пророками и посланниками, и между нашим пророком Мухаммадом, салаллаху алейхи вассалям, есть различия. Однако это не так. Все они являются братьями и пришли с одним вероучением, а именно с призывом поклоняться одному Всевышнему Богу и не предавать ему сотоварищей. В-пятых, что касается ваших слов о том, что наш пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, совершал много грехов, то такие слова может сказать любой человек о другом. Но если бы вы придерживались научного подхода, то такого бы не сказали. Мы считаем всех пророков и посланников, которые были посланы предыдущим общинам, далекими от грехов и прегрешений. Так что же говорить о лучшем и достойнейшем из них? Обратите внимание на большую разницу между нами. В то время как вы ругаете нашего пророка, салаллаху алейхи вассалям, не приводя доказательств, мы отрицаем, что кто-либо из пророков и посланников был грешником. Так поступать нас учит религия, почитать пророков и посланников, уважать их достоинства и положения. Мы не удивляемся тому, что вы порицаете нашего пророка и оскорбляете его, так как оскорбление пророков – ваша привычка, а поношение их – ваш путь. Иудеи исказили вашу религию и запутали ее, а вы следуете за ними в заблуждении. Верите во все те предания и сторы, в которых оскорбляются пророки и посланники, и добавили к этому те оскорбления наичистейшего из людей, что были в искаженных ваших книгах. Первое. В них говорится, что Иисус является потомком Соломона, сына Давидова, и что их дед Фарес был рожден от прелюбодеяния Иуды, сына Иакова. Смотрите Евангелие от Матфея, 1 глава, 3 стих. Второе. В Евангелии от Иоанна, 2 глава, 4 стих, говорится, что Иисус унизил свою мать перед другими людьми. Третье. Также в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 8 стих, говорится, что Иисус перед всеми засвидетельствовал, что все пророки, которые вышли из сыновей Израилевых, были ворами и разбойниками. В Талмуде, в большом труде, которое считается основным законодательным источником иудаизма, а в наше время является религиозным источником ортодоксальных иудеев в Израиле и во всем мире, Талмуд у них занимает более высокое положение, чем Тора. Первое. Учение Иисуса является неверием. Его ученик Иаков неверующий, а Евангелие – это книги неверных. Второе. Там же мы прибегаем к Аллаху от этого сказанного. Воистину, Иисус из Назарета пребывает в самых нижних слоях ада между огнем и смолой. А мать его Мария зачила его от воина-бандиры, совершив смертный грех. И воистину, церкви христианские есть места нечистот, а их проповедники похожи на лающих псов. Третье. Равин Абрабанель сказал. Христиане неверующие, так как они верят, что у Бога есть мясо и кровь. Четвертое. В Талмуде сказано. Все иные народы, кроме евреев, суть – идолопоклонники. Учения раввинов подтверждают это. Пятое. В другом месте в Талмуде сказано. Христос был колдуном и язычником. Из этого следует, что христиане, подобно ему, также являются язычниками. Шестое. Там же говорится и следующее. Благоденствие – пристанище душ евреев. Никто, кроме них, не войдет в рай. Что касается огня, то он является пристанищем христиан и мусульман, которых ждет лишь горесть и рыдание из-за тьмы и гниения. Сравните то, что говорят ваши книги о благородных пророках Аллаха и то, что вы обвиняете пророка нашего Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в совершении многих грехов. Вы обнаружите, что ваши книги отзываются о пророках гораздо хуже. Для дополнительной информации обратитесь к ответу на вопрос номер 42216. В-7. Ваши слова о том, что в уста лучшего создания Аллаха дьявол не может вложить слова, что сам он не будет об этом знать, намекают на историю об идолах, которая вкратце такова. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, читал аяты из суры 53-й, «Звезда», аяты 19-е и 20-е, «Не видели ли вы Аллат и Аль-Узу, и еще третью Манат», сатана вложил в его уста следующие слова, «Таковы возвышенные идолы, на чье заступничество есть надежда». И что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сподвижники и многобожники после этих слов совершили земной поклон. Эту историю многие ученые считали слабой. Аль-Байхакий сказал, «Эта история не подтверждается со стороны предания». Смотрите Тавсируль-Фахру-Рази, том 23-я, страница 44-я. Ибн Хазм сказал, «Что касается сообщения о «таковы возвышенные идолы», на чье заступничество есть надежда, то оно является ложью и чистой выдумкой, так как оно не подтверждено с точки зрения предания. Поэтому нет смысла заниматься им, ведь лгать может каждый». Смотрите Аль-Фислюфильмиллялиуэн-Михаль, том 2-й, страница 311-я. Аль-Кады Ияд сказал, «Это предание не приводит ни один из тех, кто приводит достоверное предание, и у него нет непрерывной цепочки достоверных передатчиков». И когда это предание передавалось от толкователей Корана и от табиинов, они не упоминали ему цепочки передатчиков, а большинство цепочек передачи этого предания от них очень слабы. Ибн Кассир сказал, «Многие толкователи Корана упомянули историю об идолах, и что многие переселенцы, то есть муаджары, вернулись из Эфиопии, услышав, что многобожники из курайшитов приняли ислам. Однако эта история имеет только прерванную цепочку передатчиков. Достоверной цельной цепочки передатчиков я не видел». Шейх Абдул-Азиз ибн Базда, помилует его Аллах, сказал, «Не существует достоверного предания, как мне известно, о том, что эти слова были вложены в уста пророка, саллаллаху алейхи вассалям». Однако это предание передается по прерванной цепочке передатчиков, как на это указал Ибн Кассир, толкуя аят из суры паломничества. Однако, что касается подбрасывания дьяволом в чтение пророка, когда он читал суру «Звезда», то сказано, «Мы не отправляли до тебя такого посланника или пророка, чтобы дьявол не подбросил свое в его чтение, когда он читал откровения. Аллах уничтожает то, что подбрасывает дьявол. Потом Аллах утверждает свои знамения, ведь Аллах – знающий и мудрый». Сура 22, паломничество, аят 52. Аллах отменяет все, что вложил сатана, и разъясняет несостоятельность этого в следующем аяте. «Он делает то, что подбрасывает дьявол искушением для тех, чьи сердца поражены недугом и чьи сердца ожесточены». Сура 22, паломничество, аят 53. В этом есть испытания и экзамен. Каждый мусульманин обязанностерегаться сомнений, которые может вкладывать сатана в уста говорящих истину и других людей. Истина должна подтверждаться доказательствами. Все неясное должно толковаться ясным, чтобы не осталась ни одна неясность. Как сказал Всевышний Аллах, «Он тот, кто не спасал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие Мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными». Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования. Хотя толкование этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладающие основательными знаниями говорят, «Мы уверовали в Него, в Коран. Все это от нашего Господа». «Но упоминают назидания только обладающие разумом». Сура третья, семейство Имрана, аят седьмой. В достоверном хадисе от Аиши, да будет доволен ею Аллах, пророк, саллаллаху алейхи ва селям, сказал, «Если вы увидите тех, кто следует за неясными аятами, то они те, которых назвал Аллах в этом аяте. Так берегитесь же их, аль-Бухари и муслим. Воистину, помощь только от Аллаха». Об этой истории говорил и шейх Алилбани, да помилует его Аллах, в своем полезном послании «Насбуль маджаниг фи бутляне киссат иль гараниг». Он указал на слабость цепочки передатчиков этой истории и на неприемлемость ее смысла. Ученые, которые говорили о достоверности этой истории, не говорили о том, что по ее смыслу ему причудилось изменение слов Всевышнего Аллаха, и что пророк, салаллаху алейхи ва селям, совершил ошибку. Но они разъяснили ее так, что она не противоречила вероубеждению мусульман, убеждению о неизменности Корана и непогрешимости пророка, салаллаху алейхи ва селям, в передаче откровения от Всевышнего. Некоторые ученые сказали, что сатана внушил и заставил многобожников услышать эти слова, а не вложил их в уста пророка, салаллаху алейхи ва селям. Такого мнения придерживался ибн Таймия, как он сказал в «Наджму'у аль-Фаттауа», том 2, страница 282. Что касается совершения земного поклона, который сделали многобожники в конце этой суры, то представим вам слова ученых по этому поводу. Шейх Алялбани, да помилует его Аллах, в конце указанного выше послания сказал, «Возможно, кто-то задаст вопрос, если достоверно известно, что история о том, что сатана вложил в уста пророка, салаллаху алейхи ва селям, слова «таковы возвышенные идолы, на чье заступничество есть надежда» является несостоятельной, то почему многобожники совершили земной поклон вместе с пророком, салаллаху алейхи ва селям, хотя это не было их обычаем? Ответ содержится в словах, которые сказал исследователь Аль-Алюси. Никто не может сказать, что совершение земного поклона многобожниками указывает, что в суре внешне восхвалялись их божества, а если нет, то почему они совершили его? Мы скажем, что, возможно, они совершили земной поклон из-за охватившего их изумления и поразившего их во время слушания этой суры страха. Ведь в ней Всевышний сказал, «Он погубил первых адитов, ничего не оставил от самудян, а еще раньше погубил народ Нуха. Воистину, они были еще более несправедливы и непокорны. Он низверга прокинутые селения, селения народа Лота, которые покрыло то, что покрыло». Сура 53-я звезда, аят из 50-го по 54-й. Услышав это, они догадались, что подобное падет и на них, есть вероятность, что до этого они не слышали подобные аяты от пророка, когда он занимал перед Господом важное положение и стоял среди множества людей. Возможно, они посчитали, что их земного поклона, даже если он будет совершен без веры, достаточно для защиты от мучений, которые они представляют. Вполне вероятно, что, услышав подобные слова от него, да благословит его Аллах и приветствует, они ощутили страх. После этого была ниспослана сура «Разъяснены», как об этом сказано в хадисе от Ибн Аббаса, который привел Ас-Суюты в начале своего труда Аль-Иткан. Когда Утба ибн Рабиа услышал слова Всевышнего «Если же они отвернутся, то скажи, я предостерегаю вас от мучений, подобных мучениям аддитов и самудян», сура 41-я, разъяснены, аят 13-й, то взялся за род посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, и обратился к нему во имя родственных связей, чтобы он остановился. После этого, когда люди подумали, что он отступился от их веры, он разъяснил народу свой поступок. Он сказал «Как, когда вы знаете, что Мухаммад, говоря что-то, не лжет? Я испугался, что на вас падет наказание». В восьмых, что касается ваших слов «лучшее из создания не противится приказу Аллаха», то мы не знаем приказа Всевышнего, которого бы пророк, салаллаху алейхи ва салям, не выполнил. Всевышний Аллах описал его как преданного, поклоняющегося и хвалил его. Пророк самый знающий о Господе человек и самый богобоязненный. Так как же он станет противиться приказу Аллаха? Это вымысел. В девятых, ваши слова о том, что «лучшее творение Аллаха не может быть околдовано» не состоятельны. О колдовстве, которое напустили на пророка, салаллаху алейхи ва салям, вам ничего не было известно, пока сам пророк не сказал об этом. А посланник Аллаха не рассказывал об этом, пока не дозволил это Всевышний. Колдовство может случиться с каждым человеком. И этот случай подтверждает, что пророк, салаллаху алейхи ва салям, был человеком. Некоторые последователи нововведений, относящих себя к мусульманам, отвергают этот хадис, считая, что он не сочетается с безгрешностью и неприкосновенностью пророка, салаллаху алейхи ва салям, и умаляет его достоинство. Нам нет необходимости опровергать это лично, так как задолго до этого ученые опровергли подобные убеждения последователей нововведений, и мы приведем их вам. Ан-Навуида, помилует его Аллах, сказал Имам Аль-Мазари сказал Некоторые последователи нововведений отвергали этот хадис по другой причине. Они считали, что этот хадис умаляет положение пророчества, подвергает его сомнению и допускает недоверие по отношению к шариату. То, что считают эти последователи нововведений, несостоятельно, так как категорические доказательства указывают на его правдивость, достоверность, безгрешность и неприкосновенность в том, что связано с доведением откровения. Об этом свидетельствуют и чудеса пророка. А предположение того, против чего есть доказательства, неверно. Что касается некоторых мирских вещей, ради которого он не был отправлен в качестве посланника, то в этих вопросах ему могло казаться, что он сделал нечто, тогда как на самом деле этого не делал. Это может произойти с любым человеком. Говорится, что ему казалось, что он совершил половой акт с женой, тогда как на самом деле он этого не делал. Подобное человек может увидеть во сне, вполне вероятно, что ему привиделось это при бодрствовании, хотя на самом деле ничего не было. Также сказали, что ему казалось, что он совершил какое-либо деяние, но не делал этого. В то же время он не верил в то, что ему казалось. Поэтому его убеждения были здравыми. Аль-Кадий Айад сказал, есть предание, разъясняющее этот хадис. Они говорят, что колдовство охватило его тело и внешнюю часть его. Но ни разум, ни сердце и ни убеждение. Смысл хадиса так, что он стал думать, что имел близость с женами, но не делал этого. А в другой версии, ему казалось. То есть ему виделось, что он в состоянии иметь близость с женой, но когда приближался к ней, колдовство брало вверх, и он не совершал близости. Он не мог сделать этого, как случается с околдованными. Все предания гласят, что ему виделись какие-либо действия, хотя он не совершал их. То есть это виделось его глазам. Но это не указывает на расстройство рассудка. Также в этом хадисе нет ничего, что бы вводило неясность в его послание или дискредитировало его со стороны приверженцев заблуждения. Имам Ибн-Уль-Кайм Аль-Джаузия, да помилует его Аллах, сказал, эта группа людей отрицала это, говоря, что невозможно, чтобы подобное случилось с ним. Они считали это недостатком и изъяном, однако дело обстоит не так, как они считают. Они относятся к тем событиям, которые постигли пророка, саллаллаху алейхи вассалям, подобно болезням. Колдовство – это один из видов болезней. То, что произошло с ним, подобное отравлению, между ними с этой точки зрения нет разницы. В двух сборниках достоверных хадисов передаются слова Аиши, да будет доволен ею Аллах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был околдован так, что ему казалось, что он имел близость с женами, хотя не делал этого. Это самая сильная форма колдовства. После этого мы спросим вас, если вы желаете серьезного разговора, что более умаляет положение – колдовство, которое является одной из болезней и которому стал причиной один иудей, или господство иудеев над Иисусом, сыном Марии, которого мы считаем пророком, а вы – Богом или его сыном. Ведь по убеждениям христиан он был распят и убит, подвергнувшись унижениям и злорадству своих врагов. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, «Если ты сын Божий, сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти». Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, «Я Божий сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом, «Элли, Элли, лэма шабахтани!» То есть, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Смотрите Матфей, глава 27, страница с 39 по 46, а также Евангелие от Марка, глава 15, страница с 29 по 35. Для дополнительной информации обратитесь к ответу на вопрос номер 12615. Мы же скажем, да убережет Аллах пророков своих Мухаммада и брата его Иисуса миром обоим от этой клеветы, лжи и всякой низости и унижения. В десятых, что касается ваших слов о том, как могут быть родители лучшего создания многобожниками и умереть ими, он не стал лучшим созданием Всевышнего, потому что родители его были многобожниками. Кого избрал Всевышний? Его или его близких и родственников? Посмотрим на Ибрагима, Авраама, мир ему. Авраама, мир ему, отец которого умер многобожником. Но это не умолило положение и достоинство Авраама. Он был прародителем пророков, да благословит их Аллах и приветствует. Посмотрим на Ноя, мир ему, жена и сын, которого погибли неверующими. Посмотрим на Лота, мир ему, жена которого также погибла, будучи неверующей. И разве это повлияло на их положение? После этого посмотрите на то, что говорят ваши священные книги и священные книги иудеев о Деве Марии, мир ей, и о самих пророках Божьих. И после уразумеете, какая из двух сторон ближе к истине и более правдива. В одиннадцатых, ваши слова о том, что лучшее творение Аллаха не станет распространять свою религию посредством меча или через торговлю. Обсуждение этого вопроса уже было на нашем сайте. Просим вас ознакомиться с ответами на вопрос номер 43087 и номер 100521. После того, как вы прочтете их, то было бы неплохо, если вы поразмышляете над следующими текстами из ваших книг. Возможно, ваше мнение изменится. Первое. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Смотрите Евангелие от Матфея. Глава 10, стихи с 35 по 39. Второе. Тогда он сказал им, «Ну а теперь, кто имеет мешок, то возьми его, так же и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Смотрите Евангелие от Луки. Глава 22, стих 36. Третье. Сказал Мессия, «А моих врагов, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и убейте прямо передо мной». Смотрите Евангелие от Луки, глава 19, стих 27. Ознакомьтесь со словами разумных людей из немусульман, словами писателей и историков. Первое. Томас Карлайл в своем труде героя и поклонения геройству. Обвинение его, то есть Мухаммада, в том, что он посредством меча принуждал людей ответить на его призыв, является непонятной глупостью. Нелогично то, что один человек обнажил меч, пригрозив убить людей, если они не ответят на его призыв. Ведь уверовавшие в него противостояли своим врагам, а значит были в состоянии противостоять и ему. Получается, что они уверовали в него и подчинились ему не под угрозой меча. Второе. Французский историк Густав Любон в своем труде «Арабская цивилизация», говоря о секрете распространения ислама во времена пророка, салаллаху алейхи ва салям, во времена открытия и далее, написал. «История подтверждает, что соблюдать религию силой заставить нельзя, а значит, ислам не распространялся мечом. Но только посредством призыва, только посредством призыва приняли ислам народы, которые в последние времена одолели арабов, как турки и монголы». Кораническое описание достигло Индии, в которой арабов, кроме путешественников, не было, но количество мусульман увеличилось до 50 миллионов человек. Не меньшее распространение имел ислам и в Китае, ни одна часть которого не была под властью арабов никогда. В следующий период будет видно, как быстро распространялся в нем ислам. Сегодня их количество составляет 20 миллионов человек. Стало ли вам понятно, насколько далеко это обвинение от ислама? Поняли ли вы, насколько вы ввели... Поняли ли вы, насколько вас ввели в заблуждение священнослужителей и СМИ? Вы словно хотите сказать, что ваша религия не распространялась мечом, и желаете убедить людей в том, что последователи вашей религии несут в себе лишь милосердие и сострадание. Однако это не так. Приведем несколько примеров из истории. Первый. Король Олаф убивал каждого жителя, который противился принять христианство в Норвегии. Он отрубал руки, ноги, отрезал нос и изгонял их, пока на территории всей Норвегии не осталась одна религия – христианство. Второе. Князь Черногории Данила Петрович велел в ночь на Рождество убить всех нехристиан. Третье. Правитель Эфиопии Сайфе Арыд приказал казнить всех, кто отказался принять христианство или изгонять их из страны. Четвертое. После этого мы обнаружим, что христианство, а не ислам, истребляло американских индейцев. Пятое. После также христиане принимали участие в изгонении жителей Палестины с их родных земель и передачи их врагам как Христа, так и Мухаммада мир им обоим. Шестой. Кто стал причиной начала мировых войн? Во время Первой мировой войны погибло около 10 миллионов человек, а во время Второй – 70. Седьмой. Сколько людей умерло от атомного оружия, которое применили против жителей Нагасаки и Хиросимы в Японии? Восьмой. Вспомните христианские крестовые походы. Когда жители Иерусалима были осаждены и поняв, что они потерпели поражение, они попросили у предводителя войска Танкарда безопасности им и их имуществу. Он обещал безопасность каждому, кто войдет в мечеть Алякса, держа знамя с просьбой о пощаде. Мечеть наполнилась стариками, детьми и женщинами. Но все они в итоге были зарезаны и убиты. Их кровь наполнила место поклонения так, что достигла колен всадника. Улицы были переполнены проломленными черепами, отрезанными руками и ногами, обезображенными телами. Историки говорят, что количество убитых только внутри мечети достигало 70 тысяч. Это не оспаривают и западные историки. Девятый. Наш век еще лучше свидетельствует об этом. Был разгромлен Афганистан, потом они перешли к разрушению Ирака и достигли своей цели. А глава их заявлял, что войти в Ирак ему велел Господь. А как же заповедь Христа, о которой вы ораторствуете и к которой призываете? Десятый. Разве лорд Аленби, представляющий интересы Англии, Франции, Италии, Румынии и Америки, в 1918 году в последние дни Первой мировой войны в Иерусалиме не сказал, сегодня крестовые походы закончились? Одиннадцатый. Разве Гуро, французский генерал, также представитель союзных войск, войдя в Дамаск, не сказал перед могилой героя-мусульманина Салахудина, вот мы и вернулись, Салахудин? Двенадцатый. А разве не с именем креста были разрушены Босния и Герцоговина? Проливалась кровь и унижалась человеческая честь? Тринадцатый. А что произошло и до сих пор происходит в Африке, в Индонезии и в других местах? Могут ли они отрицать, что творившееся в Косово не было новым крестовым походом? Разве Буш не сказал во время своей последней войны, что эта война станет крестовым походом? Такие зверства не происходили во время сражений мусульман против своих врагов, Во время джихада не дозволено убивать ни женщин, ни детей, ни обычных невооруженных людей. Достаточно лишь упомянуть распоряжение правдивейшего Абу-Бакра, которое он дал усами Ибн-Зейду и его воинам. Не изменяйте, не совершайте вероломства. Не приступайте к границ, не обезображивайте тела, не убивайте ни детей, ни стариков, ни женщин. Не выкапывайте пальмы, не жгите их и не обрубайте плодоносящие дерева. Не зарезайте ни овец, ни коров, ни верблюдов, если только это не делается ради пропитания. Если вы пройдете мимо людей, которые уединились в монастырях, то оставьте их и их уединение. Для дополнительной информации обратитесь к энциклопедии сомнений христиан вокруг ислама и пророческое жизнеописание шейха Мухаммада Абу-Шухбы. Что касается ваших слов об имуществе, то вам должно быть стыдно об этом говорить. Весь мир знает о том, кто пребывает в бедные государства, держа в одной руке ломать хлеба, а в другой Библию. И кто навещает бедняков, протягивая в одной руке лекарства и доллары, а в другой копию Библии. Мы надеемся, что мы довели до вас ошибочность ваших мыслей о пророке Мухаммаде, и что вы поняли, что стали жертвой СМИ, и поэтому стали оскорблять тех, кто этого не заслуживает, и замалчивать о тех, кто этого достоин. Знаете, что ислам – это религия ясных доказательств, а не религия самозванства и фальши. Спасите себя, последуйте за пророками и праведниками. Постарайтесь уйти из этого мира, уверовав в религию всех пророков и посланников, в единобожие, и стремитесь стать частью последователей лучшей религии и самой последней из них. Просим Всевышнего Аллаха вести вас прямым путем, раскрыть ваше сердце для ислама, показать вам истину истиной и привести вас к ней, а лож ложью и отдалить вас от нее. Аллаху ведомо лучше.